Привет, друзья! Рада вас видеть на нашем интенсиве, посвященном истории искусства, языку искусства, тому, как правильно развивать свою насмотренность дизайнерам, будущим дизайнерам и промт-инженерам. Потому что, напоминаю, у нас есть замечательный курс, посвященный дизайну с помощью нейросетей. Есть огромное количество дополнительных материалов. Если вы вдруг еще не ходили на наш интенсив, который как раз-таки посвящен данной теме, теме дизайна, дизайна с помощью ИИ, обязательно на интенсив сходите, потому что там самые такие пиковые, трендовые вещи разбираем, которые нужно ловить сейчас, пока, в общем-то, 90% дизайнеров, в том числе начинающих дизайнеров, не ушли в нейронки. И у вас еще есть на данный момент, у вас еще есть такой определенный буст для того, чтобы зайти в профессию, или для того, чтобы просто гораздо быстрее, гораздо эффективнее зарабатывать. Вот об этом всем на интенсиве. Любопытно. А сегодня говорим о той базе огромной и очень-очень интересной, вот не побоюсь этого слова, очень вкусной базе, собственно говоря, того фундаментального развития визуальных искусств, которые на каких-то своих периодах сближались с дизайном, на каких-то моментах разделялись, то есть посмотрим прямо вот на вот это вот течение, на вот этот вот флоу, да. Что это за слово? Между изобразительным искусством с такой большой, с художественной точки зрения, и его взаимодействие с дизайном. А почему нам это нужно? Да потому что, во-первых, это критически важно для формирования новых дизайнерских идей, включать насмотренность не только на какие-то актуальные трендовые штуки, которые мы можем увидеть на Пинтересте, в Бехансе, дрибле, ну или каких-то тому подобных агрегаторах, которые, конечно, необходимы любому визуальщику. Но все, что мы видим сейчас, мы сейчас в 21 веке, живем в таком глубоком постмодерне, кто-то говорит метамодерне, не будем сейчас в философии удаляться. В любом случае, фактически весь тот материал, который мы в культуре имеем, это так или иначе какие-то отсылки и какое-то переконструирование всех тех находок, которые человечество за известную нам историю, за сохранившуюся нам историю, уже придумало. Уже все это было просто. Сейчас это по-новому комплектуется, по-новому пересобирается. И если вы будете всю свою насмотренность исключительно на современном дизайне развивать, то вы будете, конечно, очень хорошо разбираться в трендах. Естественно, это нужно делать. Это прямо первейший навык. От этого навыка вообще начинается становление профессиональным дизайнером, а не просто человеком, который сверстал картинки со шрифтами. Но если вы хотите что-то новое, необычное, какой-то вау-момент в дизайне собрать, очень имеет смысл возвращаться, конечно, к истокам. О том, как с этими истоками, как и со старыми, с предыдущими какими-то произведениями искусства игрались потомки, и как это все пришло к нынешней текущей ситуации. Обо всем там поговорим. К сожалению, естественно, у нас нету 60 часов на полноценный курс по истории искусства. Не может быть. Поэтому освещать будем исключительно с точки зрения дизайна и, конечно же, с точки зрения промпут инженера. Почему обязательно, в любом случае, этот блок, ну, помимо нашего основного большого курса, который посвящен, собственно, дизайну, собственно, практическим навыкам дизайнера, практическим навыкам дизайнера с помощью нейронок, почему вот этот блок крайне необходим? Ну, потому что составить интересный, сложный, стильный промпт, не обладая определенными компетенциями и определенным пониманием вообще, как в самой истории искусства, так и в том, что именно из какого-то этапа, из какого-то произведения, из какого-то художника, что именно мы хотим подхватить, да? Вот если не подходить к этому осознанно, хороший, классный, интересный промпт, конечно, будет вам гораздо сложнее создавать. Можно, но гораздо сложнее. Почему я сейчас обо всем этом рассказываю? Напоминаю, если мы еще не знакомы, так получили, что именно этот материал, с этого материала наше знакомство начало осени. Меня зовут Людмила Полуянцева. Я маркетолог и креативщик. И веду я данный объем работ, посвященных дизайну, дизайну с помощью искусственного интеллекта. В первую очередь, как человек, который и как исполнитель с дизайном работал, и как, ну, собственно, постоянно заказчик, да? То есть меня, конечно, очень интересует появление новых, хороших, сильных специалистов на рынке. Почему я с такой уверенностью и спокойствием буду вам рассказывать про историю искусства? Потому что, ну, вообще-то у меня высшее художественное образование, высшее историческое образование, два. И в этом смысле они, конечно, очень хорошо. Вот эта вот база государственного образования, которая, ну, как мы все понимаем, вообще по жизни, она нам, ну, часто не очень-то и помогает. Ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что с фундаментальным историческим образованием, кроме как в науке, очень мало где можно применить данные знания. Тем не менее, это тот большой фундамент, та большая база, которая действительно позволяет мне глубоко ориентироваться в истории искусства. И я бы, конечно, с огромным удовольствием, говорю, конечно, вам и 60 часов бы рассказала, как очень интересных историй, а история искусства – это всегда очень интересно, да, потому что история здесь ключевое, так и с практической точки зрения. Потому что для чего, опять же, вообще история искусства изучается? Конечно, для того, чтобы понимать, какие элементы из великих произведений наших предков, наших предшественников мы можем взять, использовать, апроприировать в своем творчестве, в своей практической деятельности. Вот, собственно говоря, между практической деятельностью и творчеством. В чем разница? В чем разница между дизайном и искусством? Как искусством, как вот такое вот большое, с большой буквы, там, fine art, как говорится. Здесь, повторюсь, вот мы сейчас будем смотреть, пройдемся в ближайшие часы по огромному, конечно, пласту, там, пять тысяч лет осмотрим так вот, словно орел воспарим над всем этим историческим пластом. Я летаю, я в раю. И увидим, что на самом деле сейчас вроде бы, ну, довольно большая разница, все-таки все еще от разницы между художником и дизайнером. По факту, конечно, это довольно условное деление. И представление о том, что человек искусства – это вот что-то такое боговодохновленное, что-то, что исходит из каких-то, из таинственных глубин души художника, прорывается на поверхность и меняет реальность. Да, да, я не реалист! Да, я вижу мир иначе, чем вы! Ну, что из того? Оно весьма романтизировано по факту. То есть по факту большая часть истории искусства, конечно же, все вот визуальные образы, образы, с которыми мы будем иметь дело, они все в той или иной степени какую-то практическую роль имели. А вот она и есть принципиальная разница. Дизайн имеет под собой всегда какую-то практическую роль, поскольку мы находимся в сфере диджитал дизайна. Конечно, эта роль будет связана с рекламными какими-то креативами, с сайтостроением, с приложениями, с какой-то гимификацией, может быть. Ну, в общем, с какими-то абсолютно практичными элементами, с которыми мы постоянно сталкиваемся, включая, ну, там, поздравительные открытки, да, в диджитале находящиеся, в диджитал среде. Ну, это тоже очень практичная, очень понятная, с конкретной целью применения каких-то визуальных образов. Произведение искусства, как вот такого большого искусства, подразумевает рождение некого художественного образа, как такового, как вещь в себе. Вот искусство ради искусства, ради любования, оно не подразумевает, ну, такого непосредственного применения. Но, повторюсь, это сейчас мы приходим в музей и на что-то любуемся, вот, и на каких-то светских вечеринках это все дело обсуждаем. Это тоже своего рода практическое применение, да, то есть это одна из немногих сфер, там, искусство, история искусства. Это одна из немногих сфер, которые очень, ну, позволяют очень хорошо коммуницировать с малознакомыми людьми на каких-то там светских вечерах, раутах, если интересовались вопросами этикета. И второй момент, если вы хоть как-то интересовались нейросетями, возможно, видели такие большие тяжеловесные промпты, в смысле, описание того, что должно быть на изображении. С одной стороны, я хочу вас порадовать, серьезные такие большие тяжеловесные промпты сейчас, в основном, если вы не работаете в стейлоде фьюжена, глубоко не делаете сами модели самостоятельно, ручками, вам такие огромные, конечно, истории не понадобятся. На большом курсе я буду показывать и рассказывать, как с бесплатными нейросетями и Миджорни работать. Сегодня только Миджорни буду рассказывать и показывать, ну, потому что, конечно, это основной дизайнерский инструмент, если вы хотите заниматься дизайном профессионально, это то, за что, конечно же, стоит 30 долларов, да, в месяц отдать, чтобы получить инструмент, который тебе буквально по щелчку пальцев делает, ну, просто шедевральное изображение. И сейчас в современной тенденции всех нейросетей, в том числе и бесплатных, особенно это хорошо ощущается Миджорни, потому что он всегда на авангарде, в авангарде находится, всегда дает максимально качественные результаты из всех возможных, конечно же, сейчас тенденция к упрощению, то есть просто, максимально, просто, максимально человечно описать языком нейронки, что ты, собственно говоря, хочешь получить. Но, тем не менее, вот как раз-таки, обладая пониманием, как геометричность каких-то, ну, например, рельефов, как цветовые сочетания, ну, например, абстракционистов, как работа со светом и тенью, ну, например, Караваджо и его последователей, как это все может влиять на изображение, на конечный вариант, вы сможете создавать очень оригинальные, очень сильные фронты, которые вот, ну, просто вот по щелчку пальцев, по мановению, будут вам создавать действительно сильный, интересный такой лук, давать хороший визуальный материал, не за счет вот каких-то вот этого нагромождения, что вы хотите вот такое вот освещение, такое не хотите, а просто упоминая стиль тех или иных эпох, тех или иных художников. Повторюсь, нейронки, если вы вдруг не смотрели какие-то другие мои материалы по нейросетям, нейронки не воруют непосредственно изображения, они никогда не занимаются непосредственно плагиатом, они занимаются тем же, чем и любой художник и дизайнер, они развивают свою насмотренность, и в стиле тех или иных авторов, да, они могут нечто подобное генерировать, но это не плагиат в прямом смысле этого слова, потому что, ну, в таком случае, извините, есть тоже такое выражение, воруй как художник, да, что мы все, насматривая чужие произведения, что-то для себя подхватываем, что-то на себя берем и переконструируем в свой собственный стиль, тем же самым занимаются и нейросети. Так, ну давайте, собственно говоря, уже подходить к самому классному, к картинкам, конечно же, для чего мы здесь собрались все смотреть на изображения и их анализировать. У нас нет других вариантов. На этом уроке мы говорим об огромном, конечно, периоде античности, древнего мира, опять же, очень сжатые сроки не позволят мне обращаться к темам национальных искусств, потому что, ну, конечно же, там, пять-шесть тысяч лет назад, не только, например, в Древнем Египте, который мы все прекрасно знаем, формировались свои выразительные средства, свои элементы работы с визуалом, с текстом, да, там специфический, конечно, текст не буквенный, но тем не менее уже даже на элементы типографики мы можем посмотреть. Конечно же, в этот период и в Китае происходили свои движения, и в Индии, и есть огромная там археология по всему миру. Ну, вот все эти национальные вещи мы, конечно, не сможем охватить. Я просто показываю вам какие-то основные элементы и опорные точки. Дальше вы уже будете работать, развиваться сами в этом смысле. Первое, на что я хочу вам сейчас акцентировать внимание, вот сейчас уже будем смотреть и смотреть внимательно. Есть три основных пути, как мы можем использовать чужое, ну, в данном случае, древнее, классическое искусство в своих произведениях. Но по факту это будет касаться вообще любого искусства, любого дизайна, любого визуала, с которым мы сталкиваемся. Первое, это непосредственно заимствование, ну, то есть мы смотрим, и мы прямо сразу признаем, что здесь была там использована Монализа или там Витруянский человек, да. Это отсылки, когда мы ощущаем, прямо сильно ощущаем, что это отсылает нас к какому-то произведению, но оно уже достаточно сильно переделано, и, ну, это скорее на интуитивном уровне, очень знакомые образы нам моментально откликаются, моментально мы включаемся. И это инспирирование, то есть отдаленно какие-то элементы из каких-то произведений или каких-то стилей, каких-то жанров мы берем и в своем дизайне используем. Ну, сейчас покажу конкретнее, ну, собственно говоря, на произведениях древнего мира. Итак, у нас есть, например, наше замечательное изображение Медузы Горгоны античные, очень узнаваемые на щитах, на различных элементах декора, очень активно использовались. Ну, почему? Потому что Медуза Горгона, ну, считалась таким очень сильным оберегом, что-то вроде, ну, что-то из серии повесить Святого Николая в автомобиле, да? То есть использовалось очень активно. И, конечно же, мы с легкостью можем вспомнить очень известные логотипы, где вот такая вот заключенная в руку Медузы Горгона использовалась, логотипы Версачи. Есть моменты такого отсылок, да? То есть, пожалуйста, колонны Парфенона, колонны каких-то крупных храмов, крупных общественных зданий древнегреческих. Их очень часто можно встретить в логотипах или в оформлении юридических контор, нотариальных, каких-то контор, которые недвижимостью занимаются, всего, что отсылает к древнему, к нерушимому, стоящему в веках. А опять же, для чего мы используем эти образы? Но об этом мы сейчас чуть-чуть позже более подробно поговорим, потому что, используя образы из старого и древнего, там, ренессансного или античного искусства, мы даем отсылку и погружаем зрителя в состояние чего-то древнего, вечного, классического, чего-то, чему можно доверять. Но об этом сейчас чуть позже. Ну и, наконец, может быть, какая-то история, где только какие-то элементы взяты и слегка отдаленно инспирируются на дизайн. Ну, в данном случае я пример с продуктового дизайна приведу. Мы занимаемся диджитал дизайном, это немножко другая история, но, я думаю, вам понятно. Здесь у нас очень характерное сочетание теркотового и черного оттенка, очень характерное для греческой керамики, древнегреческой. И смотрите, как в продуктовом дизайне легкая-легкая отсылка на что-то, отвечающее за красоту, что-то, отвечающее за момент схватывания динамичных образов, ну, то есть за камеру, да. То есть, посмотрите, сейчас более подробно посмотрим на античную керамику. Она как раз славится вот этим вот моментом, который вернулась спустя два с половиной тысячелетия. Попытки схватить самый вот такой вот событие, которое находится в процессе, событие, которое еще не завершилось, которое вот оно только-только стремится к тому, чтобы какой-то финал у него приключился, да. То есть, ну, вот здесь, например, у нас эта история про соревнования спортивные. и не просто динамичные фигуры, не просто динамичное движение, а именно подхватывание в моменте всего происходящего, это то, что полностью смогло реализоваться уже только при помощи фотокамеры. Ну, вот смотрите, какая здесь интересная такая отсылка получается, через века очень тонкая. Да, ее поймут глубоко, поймут только люди, которые неплохо разбираются в истории искусства, но на каком-то полубессознательном уровне у всех у нас, ну, благодаря школьному образованию, благодаря просто просмотру каких-то там телеканалов, передач, где-то на полубессознательном уровне, даже у людей, которые вроде бы никогда истории искусства не увлекались, ощущение вот этого контекста, культурного, оно все равно присутствует. Мы можем об этом не задумываться, но, грубо говоря, на таком, на подкорке оно у нас у всех записано. Человек – это существо культуры, это существо языка, в том числе существо насмотренности. Идею, как использовать напрямую, косвенно или с такими отсылочками во своем дизайне тех или иных произведений, я думаю, вы уловили. Давайте посмотрим сейчас чуть-чуть подробнее на каждый из периодов, что он может нам дать, куда он может нас привести. Ну, давайте договоримся так. Я сначала показываю вам изображение молча. Почему? Потому что вообще это правило столкновения с любым видом изобразительного искусства, которого, к сожалению, очень редко, очень мало кто из наших экскурсоводов этому правилу подчиняется, если только хорошие профессионалы, искусствоведы так поступают. Сначала мы смотрим, просто загробим свои ощущения, свои мысли, которые у нас возникают. Может быть, у вас сразу же начнет включаться анализ, что, как, почему это сделано. Может быть, просто к своим чувствам, к своим эмоциям вы прислушаетесь. Люди разным, мы все немножечко по-разному. Кто-то более рациональный, кто-то более эмоциональный, кто-то более образно мыслит. Это нормально. Это действительно просто разный склад мышления. У кого-то какие-то ассоциации будут возникать, кто-то начнет сразу анализировать. Вы просто смотрите, что-то думаете, чувствуете, рефлексируете то, что я вам показываю. И после этого я вам уже на рациональном уровне объясняю, что из каких элементов, из каких объектов, из какого наследия вот этого культурного мы можем вытаскивать в дизайн и можем вытаскивать в промт-инжиниринг. Начинаем с, собственно, Египта. Поехали. Здесь у нас немного произведений. Мы просто присматриваемся и дальше я показываю, как это можно использовать. Естественно, наши абсолютно узнаваемые, бесконечно, безгранично узнаваемые пирамиды. Естественно, это рельефы из гробниц. Но нужно понимать, что для нас гробницы это смотрится как что-то такое вроде бы с негативной коннотацией, но это совершенно другая культура и отношения там совершенно другие. Вот просто посмотрите сейчас и прочувствуйте, о чём, о чём эта преска. Совершенно другая история, другая разновидность рельефа, да. Опять же, вы видите здесь скорее изображение или вы видите здесь скорее какая-то информацию зашифрованную. Поймайте, подумайте над этим. И ещё одна разновидность фрески. Здесь можно более подробно проанализировать расположение иероглифов. Разные характеры фигур. В принципе, характеры фигур. Характеры изображений, объектов. Посмотрели. И возвращаемся. Вот у каждого из вас сейчас какие-то свои ряды и свои ощущения выстроились, да. Кто-то может быть больше, там, думал о каких-нибудь загадках или о каком-нибудь величии древних, да. То есть, ну, всё-таки очень наросли те же самые пирамиды, они очень сильно обросли таким вот флёром какой-то загадочности, да. Ну, я не буду сейчас углубляться в эту тему. Это скорее на уровне убеждений находится, да, что для кого-то инопланетяне построили, прости господи, пирамиды, для кого-то всё-таки высококвалифицированные сотрудники. Но, тем не менее, флёр вот этой вот могущести, древности и, ну, определённой загадочности, конечно, присутствует. Здесь кто-то, может быть, ощущал избыточности, да, такое богатство. Кто-то, может быть, обратил внимание на невероятную динамичность, кто-то на декоративность. Обратите внимание сейчас на вот эти вот папирусы, мы к ним ещё вернёмся. Кто-то, может быть, на сюжет, на стрител, общий стрител, общая история. Вы смотрите здесь кто-то фигуры меньше, больше. Я не буду сейчас углубляться, конечно, могла бы порассказывать про взаимодействие с божествами, да, и вообще про историю этого молодого прекрасного фараона. Но у нас сейчас всё-таки не сколько про историю, сколько про язык искусства. Здесь мы имеем дело не только с высеченными каменными, очень аккуратненькими, стоит отметить рельефами, но и с языком, потому что это всё, это иероглифы, это письменности. То есть это не типографика в нашем современном смысле слова, потому что всё-таки наш язык, наша письменность основана на фонетическом алфавите, где каждый звук определённым, абсолютно абстрактным, не связанным ни с какими реальными образами, фигурками связан, да. То есть, ну что такое буква, это абсолютно абстрактный символ. Нет ничего, чтобы в реальном мире отвечала там букве Б. Но тем не менее, здесь у нас другая история, но в определённом смысле это древнеегипетская типографика. Просто здесь мы смотрим не на отдельные фанатические объекты, а на иероглифы, символы, отвечающие за отдельные слова, отдельные понятия, либо слоги. И опять же, вспоминаем, что здесь у нас по факту текст. Обратите внимание, как он разбит. Сейчас мы вернёмся к этой разбивке, да. Конечно же, это очень удобная такая история отбивать элементы текста, чтобы не путаться, как нам справа налево или сверху вниз читать, чтобы мы чётко понимали каждый блок текста, вот он у нас разбит. Очень любопытно, смотрите. Часть объектов здесь, да, они плоскостные, но при этом достаточно реалистичные, а часть на уровне чертежа. Это чертёж чистой воды, да. То есть видно, что это не... Возможно, конечно, это просто незаконченный рельеф, но смотрится очень впечатляющая вот эта вот квази-реалистичность, двухмерная, но квази-реалистичность и вот такой вот чертёжный формат. Это нас отсылает к очень современным формам искусства. И в то же время здесь есть много ритма и много ритма, который уже передаёт какие-то эмоции. То есть ритм чистый, визуальный, просто движение и эмоциональный, опять же, на уровне стрит-элоритм. Вот такие вот моменты. Что мы из всего этого можем вычленить? На что мы можем обращать внимание? Давайте сейчас немножко на этой фреске остановлюсь. Ну, во-первых, очень интересное сочетание текста с изображением. Конечно же, это будет характерно для всего древнего мира. Почему? Потому что большая часть всё-таки изображений, это, кстати, не только древнего Египта касается, это будет там и Междуречия, и Индии частично касаться. Это всё-таки изображение сакральное, священное, либо связанное с храмом, либо с, в данном случае, загробной жизнью. Почему так много, по большому счёту, особенно вот здесь, какой-то такой жизнерадостности? Да потому что в древнем Египте жизнь – это всего лишь такой начальный этап, стартовый, это такой период определённых испытаний, перед тем, как жить свою настоящую жизнь, настоящая, большая, классная жизнь. Если ты вот здесь этот испытательный период, испытательный срок на Земле ты прошёл успешно, то у тебя прекрасная, замечательная, целая вечность, где ты будешь наслаждаться и никаких вот всех этих мелких проблем, вроде комаров, плохо работающих рабов или там болячек, у тебя там не будет. То есть, понятно, да, не просто так, загробная живопись, в основном такая весёлая, потому что вся культура в течение детских тысячелетий существовала именно с этой мыслью, что именно там и начинается самый, в общем-то, класс, самый кайф. Поэтому, ну, неудивительно, что мы видим такие вот истории. Хотя, ну, понятно, естественно, в разные периоды тоже немножечко по-разному всё воспринималось. Давайте посмотрим, как это с современным, современным искусством, современным дизайном пересекается. Ну, например, вот это вот вертикальное отравление на очень, обратите внимание, ну, прям математически точные, прям очень выверенные элементы текста, где мы это можем встретить. Конечно, в швейцарской типографике. Ну, давайте я вот сейчас вам прям в порядке образцов покажу, да? То есть, вот такие вот блоки, иногда, иногда прямо линейно отбиты, чтобы не путалось, не было какого-то недопонимания, какая часть текста чему принадлежит. Обратите внимание, верстка, да, с большим количеством воздуха, с такой очень внятной отбивкой. вот она у нас откуда пошла, да? То есть, можно, можно как-то так поэкспериментировать, но если швейцарская типографика, она чисто на тексте, чисто, ну, то есть, основное там выразительное средство это именно сама типографика, это буквы, это цифры, то здесь это все связано еще и с изображением. Ну, почему бы одно с другим, вот такие вот приемы швейцарской типографики, плюс крупные, яркие изображения, для постеров, например, современных, это вполне себе характерный подход. Крупные изображения, которые тянут на себя взгляд и очень внятно отбиты, находящиеся на определенном, четком, равном расстоянии друг от друга, элементы текстовые, да. Другой момент, например, двухмерность изображения, ну, то есть, это, с одной стороны, очень узнаваемые фигуры, то есть, мы сразу понимаем, что это люди, мы сразу понимаем, чем они занимаются, что они несут, у них очень ярко выраженный функционал, но при этом, они очень каноничные, простые, плоскостные изображения, где мы можем встретить, прямо сейчас, прямо здесь, очень, очень популярный стиль в дизайне, это акропоративный Мемфис, так называемый, наверняка, вы сталкивались с подобными изображениями, невероятно плоскостными, упрощенными, но в то же время, очень ярко, очень ясно, понятно, чем эти персонажи занимаются, да, вот смотрите, как протягивается, вот эта вот линия, между древним Египтом и современностью, и так, возвращаясь к архитектуре, опять же, к супер узнаваемому образу, чтобы было понятно, это настолько древние сооружения, что во времена античной Греции, они уже считались невероятно древними и загадочными, то есть, большая часть существования Египта, но большая часть дошедших до нас текстов и большая часть известная нам история Египта, для них уже эти сооружения были невероятно древними, ну, почти такими же, как для нас, да, то есть, там, такая очень-очень продолжительная история, что они нам дают, приносят, да, то есть, это вот эти вот, очень характерны, очень узнаваемые пропорции, которые, где бы вы ни использовали, сразу же будет еле уловимая отсылка именно к пирамидам Гизы, а не к чему-либо еще, ну, если говорить о современной архитектуре, да, конечно же, это здание Лувра с характерной, да, стеклянной пирамидой, но мы же говорим про digital design, ну, пожалуйста, конечно, вот какие-то подобные элементы, подобные штуки, они сразу же будут нас погружать в контекст чего? о древних знаний, невероятной глубокой древности, ну, или, ну, собственно говоря, конечно же, если у нас какой-либо проект, хоть как-то связанный с Египтом, просто пропорция, просто характерная пропорция треугольников уже будет нам работать, ну, на узнаваемость. элементы, давайте вот сейчас вернемся обратно к нашим росписям, да, очень характерные, очень узнаваемые тоже элементы папируса, которые там и в колоннах будут встречаться, и в росписи будут встречаться, как они нашли, как они откликнулись уже в 20 веке в другом стиле, в модерновом стиле арт-деко. Сейчас мы не будем на нем глубоко останавливаться, потому что это уже тема третьего урока, но, тем не менее, вот эти вот элементы росписи, они и в архитектуре, и в искусстве арт-деко, которое у нас с чем ассоциируется? С роскошью, с богатством, с таким, с гремящими 20-ми. Вот эта вот тонкая нить от древнего Египта через арт-деко, она протягивается и сейчас, и сейчас мы можем, соответственно, какие-то такие вот сложную игру, смысловую, сложную игру контекстуальную использовать. Ну и, конечно же, мы не можем не поговорить о Древней Греции. Здесь сейчас я тоже вам дам минутку просто посмотреть. В данном случае, я все наследие античности, конечно же, любой, ну, скажем так, историк искусства сказал бы, нет, 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 разделяя это все, это нельзя все одним навалом накидывать. Я вам сейчас огромный пласт, тоже размером, ну, больше тысячи летом, от архаики древнегреческой до уже помпейских мозаик. Я вам сейчас покажу, попробуйте поймать что-то то общее, те ощущения, те мысли, то впечатление, вот поймайте то, что-то общее, что все античность, она действительно, вся вот все, греко-римское наследие, несмотря на огромную разницу, цивилизационную, культурную, несмотря на то, что, да, современная европейская культура, мы находимся в парадигме, конечно же, европейской культуры, не китайской. Живя в России, или даже если не в России вы живете, все равно вы, скорее всего, будете с европейскими заказчиками, с американскими заказчиками работать, а мы все равно в первую очередь опираемся на традицию, культурную традицию греко-римскую, в первую очередь на самом деле римскую, но римляне, в свою очередь, очень активно, сильно опирались на греков. Большую часть скульптур, которую мы знаем как греческие скульптуры, это по факту копии, которые в дальнейшем были сделаны римлянами. Сами греки, в первую очередь, отливали из бронзы свои скульптуры, ну, на всякий случай, да, если вы хоть как-то хотите заинтересоваться, поглубже отправиться в историю искусства, все было отлито из бронзы, но бронза очень ценный материал, и практически все, собственно, оригиналы древнегреческие, они были утрачены, ну, просто потому что переплавили бронзу. А вот сделанные на основе этих скульптур римские копии, мы их знаем. Ну, плюс, конечно, в римлянах была своя скульптурная школа. Однако сейчас просто погружаемся, смотрим, и, может быть, вы сразу же ощутите, к чему нас привело античное искусство. Может быть, просто погрузитесь в ощущении и в эмоции, которые это искусство вызывает. Давайте поехали. Архитектура, с которой мы наверняка сталкиваетесь, возможно, даже каждый день, если вы находитесь в каких-то крупных городах, да даже и не обязательно, даже в маленьких городах, такие отголоски встречаете. Даша история. Я думаю, вы понимаете, что это текущее состояние и то, как должен был быть данный объект про Фенон выглядеть. Давайте остановимся на такой очень архаичной теме. Смотрите, здесь прямо-таки иллюстрация. Это чистая водоиллюстративная история про купцов, про то, как приносят свой урожай, его взвешивают, что-то происходит. С чем это у нас может один из путей ассоциироваться? Помимо того, что, повторюсь, например, здесь очень-очень характерная цветовая гамма из двух цветов. Это монохром. Просто не на белом фоне, как мы привыкли, белый и черный, потому что мы привыкли с белой бумагой работать. Для нас монохром в первую очередь черно-белым ассоциируется здесь. в качестве такой фоновой подружки выступает терракота, поэтому это терракотовый черный цвет. Во-первых, мы можем на это обратить внимание, насколько без каких-либо цветов чисто контурами, чисто линиями мы можем сильный, яркий, выразительный образ собрать, как работает силуэт в монохроме. То есть, несмотря на то, что здесь нет такой анатомичных каких-то подробностей, мы очень-очень хорошо считываем сюжет. С третьей стороны, ну, это такая по-своему очень комиксовая история, опять же, да, то есть, это момент взаимодействия между персонажами, который запечатлен прямо вот в максимальной динамике. Здесь, у него буквально сыпется что-то из корзины. здесь мы можем подумать и об отсылке к той же манге двухцветной, да, к тем же комиксовым фигурам, которые, может быть, не всегда комиксы бывают разные, манга бывает разная, может быть, и не очень-то анатомично верные, и не очень-то достоверные, но зато они максимально рассказывающие. И в то же время, если уж задуматься, для чего это изображение было создано, конечно же, для того, чтобы рассказать о купеческих взаимодействиях, о взаимодействиях между поставщиками и получателями услуг. То есть, опять же, если мы работаем с дизайном для B2B, один из замечательных моментов показать, рассказать о том же сайте, о том, как происходит собственно, бизнес-процессы, это, ну, показать, ну, какие-то фотографии, моменты взвешивания, обмена, производства и так далее. То есть, вот, как много мы можем всего лишь из одного объекта вытащить. Далее, опять же, архитектурное наследие, конечно же, почему оно так плотно у нас ассоциируется, я об этом уже чуть раньше говорила, с темами власти, с темами наследия культуры, даже какой-нибудь маленький-маленький городок или даже там крупную деревню, крупную станицу, приедете, найдете местный загс или местный дом культуры, с крайне большой долей вероятности вы встретите там отсылки так называемый классицизм в архитектуре, там где используются конечно же узнаваемые вот эти вот колонны, фронтоны и тому подобные вещи, просто потому что у нас в культуре очень плотно зафиксировано, что вот именно эта античная архитектура очень стройная, симметричная, действительно вызывающие такое, ну прям возвышающие чувства, специальные архитектурные приемы для этого были использованы, колонн классического ионического стиля пропорции делались так, чтобы они визуально при приближении как согласовались с нашим представлением о пропорциях очень такого идеально сложного человека, да, то есть мы подходим и вроде бы эта колонна это прямое ровное, на самом деле не совсем ровное такое архитектурное элемент, архитектурная деталь, но ассоциируется она у нас с прекрасным человеком, представляете, да, какие тонкие перекликающиеся связи есть, но тем не менее, конечно же, античность, вся античность у нас ассоциируется с золотым веком человечества, с золотым веком культуры, закона, лояльности, развития и так далее, то есть даже шрифты антиквы, не просто так они называются, они тоже взяты, вдохновлены именно античными, древнеримскими шрифтами, в первую очередь, они все, всю вот эту ассоциацию прекрасного золотого века, устойчивости, устойчивого развития, вот все, весь вот этот контекст, он будет заключаться в использовании как раз таки элементов древнегреческой архитектуры. Другой момент, скульптура, особенно такого позднего периода, скульптура эллинизма, насколько она динамичная и насколько она идеалистичная. Тот же самый Дискобор Мирона, пожалуйста, прямое использование, это не отсылка, это непосредственно использование этой фигуры в Олимпиаде, тоже очень логично здесь и про спорт, и про вот это вот великая, древняя, могучая, ну и тем паче, что Олимпиада, это сами Олимпийские игры, они как бы являются наследниками тех античных Олимпийских игр, хотя это очень условно, как много в этой динамике, в этом движении говорит нам о совершенстве тела, о совершенстве духа, как часто из-за этого любят использовать античную скульптуру в любых рекламных коммуникациях, в дизайне, журналов, в дизайне, бьюти, сфера бьюти, индустрии, все, что с ней связано, ну то есть это такой вообще супер универсальный знак, универсальный символ совершенства человеческого тела и совершенства человеческого духа, это именно античная скульптура, причем, повторюсь, по факту, хотя скульптура когда-то это была греческая, знаем мы ее и, конечно, воспринимаем именно как белокаменные римские копии, собственно говоря, тоже такой интересный момент, почему какие-то непонятные колонны, какие-то непонятные штуки приделаны к римским скульптурам, потому что когда скульптура отлита из бронзы, за счет полости или утяжеления тех или иных элементов, она сохраняет устойчивость, когда она сделана полностью из камня, она просто совалится, если ничем не поддерживать, поэтому такие вот дурацкие микроколонны и добавлялись, и в дальнейшем они тоже много куда, например, тоже фотографии перекочевали, очень такие опять же плывущие, перетекающие друг в друга отсылки к разным периодам искусства. Ну и наконец последний такой обращик, на который я хотела обратить ваше внимание, до того, как мы перейдем к небольшой практике, сейчас покажу, как, собственно говоря, вещи, о которых мы узнали, можно использовать в промп-инжиниринге. Это очень впечатляющая скульптура, я до сих пор помню, ее копии стояла у меня в детской художественной школе, и, конечно, когда ты видишь первый раз размером с человеческий рост, чуть больше эта скульптура, по факту ты просто невероятно пугаешься, это очень сильное впечатление оказывает, вот это чувство страдания, в то же время динамика, какой-то ужас, прям священный, исходящий от выражения лица этого бедного лаокоона, которого душат эти бедные змеи, конечно же, где мы можем встретить нечто подобное, да, в тех областях, где сильное, резкое эмоциональное воздействие, которое нас просто вот так резко останавливает, заставляет нас остановиться и смотреть во все глаза, когда мы видим какое-то испуганное, искореженное лицо, при том, что обратите внимание, сам человек очень гармонично срожен, прекрасная фигура, вот это вот сочетание красивого и пугающего, оно встречается везде, где необходим сильный, прорывающий баннерную слепоту, эффект, то есть это или рекламные креативы, но их мы сейчас в подобном роде можем довольно редко встретить, это вот раньше были очень модные вот эти все стоковые изображения, где очень-то очень красивые люди, красивые модели сидят с испуганными лицами, с распахнутыми глазами, с какими-то вычурными жестами, почему-то, потому что это работает, это останавливает наше зрение, наш взгляд, другое дело, что часть площадок просто запретила подобные креативы, частично, почему они сейчас активно не используются на данный момент, вот эти вот смешные старые стоковые изображения, просто потому, что какой-то меток стало так много, что у людей это, ну, стало вызывать активное раздражение, отторжение, и сейчас тренд качнулся, наоборот, в сторону нативности, но тем не менее, это останавливает взгляд, это работает, и работает, ну, сейчас активно, где-то используется, конечно, в YouTube-обложках, то есть, какие-то вот такие вот подобные штуки на YouTube с этими испуганными экспертами, вот, это очень распространенная история. А как мы можем использовать, ну, собственно говоря, какие-то элементы искусства в промт-инжиниринге? Ну, во-первых, да, повторюсь, одна из самых популярных образов, который продает на моей практике, по моей практике практически все, будете вы продавать очки или курсы по психологии, везде замечательно зайдут античные скульптуры, потому что, повторюсь, это наш контекст чего-то древнего, прекрасного и непревзойденного. Пожалуйста, мы можем создать прямо готовый креатив, просто бери и добавляй надпись с очень простым промтом, в данном случае Меджор не показывает, хотя можете и в бесплатных нейросетях посмотреть, если вообще не работали с нейросетями, обязательно смотрите отдельный интенсив по промт-инжинирингу, очень-очень простой запрос, постмодерновый коллаж с античными статами, посмотрите, какие интересные эффекты дает, ну просто берем и добавляем любые необходимые нам надписи, подписи, уже готовый дизайн у нас фактически на руках. Другой момент использования элементов тонких-тонких отсылок к древнему Египту, к арт-деко, это обратите внимание, в промте я использую слово inspirited, то есть как бы вдохновленный древним Египтом, очень хорошо такие вещи в промт-инжиниринге работают, когда мы просим не в стиле древнего Египта, иначе, но это были бы очень характерные как раз изображения папирусов, каких-то а-ля иероглифов, каких-то а-ля вот этих плоскостных фигур, а когда мы просим инспирироваться как бы еле-еле уловимо какие-то элементы стилистические подхватить, вот эти вот тонкие линии, эти тонкие ритмы, которые характерны и для арт-деко, и для древнего Египта, нам могут сослужить отличную службу, у нас тут готовые какие-то карточки для ну, те же самые, например, социальных сетей, мы здесь любые подписи можем сделать, или, пожалуйста, опять же, какой-то в другом формате, просто, ну, уже какой-то постер сделать с очень красивыми готовыми фреймами в стиле арт-деко, который, в свою очередь, уже инспирирован древним Египтом. Как играться, как отсылаться, как брать, может быть, колористические элементы, может быть, элементы плоскостных изображений, может быть, элементы, наоборот, предельного реализма и предельной динамики, как в античных статур, тут уже в зависимости от проекта каждый будет решать сам. Думайте сами, решайте сами. Понимаю, сложной информации много, очень советую тут же на практике что-то закрепить, что-то из интересных вам древних произведений искусства или древних объектов попытаться внедрить в промпт и получить какие-то результаты. Давайте, попробуйте, я вас верю, обязательно выкладывайте в социальные сети свои варианты и помечайте хэштегом Puzzle Brain. Давайте, до встречи.